И вот этот человек, представьте, ему принадлежит такая фраза, он говорит Я верю, что ошибочно ожидать Духа Святого, ошибочно Он говорит, Святой Дух давно ждет тебя То есть что-то должно произойти с твоей стороны И вот мы говорим об этом Я опять буду чуть-чуть Давида эксплуатировать Мне нравится первый шаг, я хочу его специально сказать, несмотря на то, что вы все очень духовные люди Я хочу сказать, первый шаг, с чего лучше всего начинать Может быть, ты даже не уверен в том, что ты вообще имеешь Духа Святого Может быть, или у тебя будет такой человек, которого тебе надо будет в этом наставить Вот с чего лучше всего начать Я вижу одну из молитв Давида Я верю, что он молился вот утром прямо И искал этого, как входил Можно разные термины, входил, искал А то кто-то ищет, кто-то входит Кто-то говорит, мы не входим, мы и так уже там Ну, хорошо Ну вот, сейчас просто столько разных всяких учений Что уже иногда не знаешь, какое слово применить Тут же скажет, неправильно сказал Вот тут вот это Я думаю, что на самом деле Лишь бы ты понял суть Дух и жизнь Слов Если ты придираешься к словам, то ты верующий А если ты наполнен Духом Святым, ты поймешь Как Павел, знаете, как сказал Кто почитается Духовным или Пророком, поймет мои слова Вот и все Все такие, да, все, мы Пророки Духовные Это такая хорошая фарисейская манипуляция Если ты Духовный, ты меня поймешь Я тебя понимаю, конечно И вот смотрите Первый шаг Друзья, вам интересно? Я честно, я больше для себя Мне точно интересно Псалом 138 Я сейчас вам покажу какие-то вещи С чего начать Это, я его так называю иногда Это псалом отрицания Божьего отсутствия То есть Давид начинает с того, что он категорически отрицает Что Бога где-то нет вообще Для того, чтобы понять, что ты в присутствии Божьем Тебе надо несколько минут иногда поразмышлять Что он вообще-то везде И вот он перечисляет 138 псалом 7 стих Куда пойду от Духа твоего и от лица твоего, куда убегу? В другом месте он там пишет Полнота радости пред лицом твоим Он уже готовит себя к радости Он говорит, раз ты везде И раз я перед твоим лицом Сейчас буду радоваться Я только поразмышляю чуть-чуть Так, осознаю 18 стих он говорит Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою Знаешь, бывает, ложишься в вере, просыпаешься Как будто вчера не было воскресенья А сегодня не понедельник Ну, как и вообще неверующим проснулся Я не знаю, как у вас, у меня миллион раз так бывало Давида тоже Поэтому он сразу говорит Ты все еще со мной Ты где-то здесь, сейчас мы с этим разберемся Он начинает сразу себя, ну как, накручивать Бог везде Говорит, куда я убегу от тебя? Хоть бы я в ад сошел И там ты, знаете, как в преисподнюю Вы читали это? Молодцы, я вас не сомневался И он говорит, я пробуждаюсь, и я все еще с тобою Мне это нравится Когда ты просыпаешься, глаза открываешь и говоришь, господи, а ты-то тут? Я сейчас на своем еще примере вам, ну, свидетельство одно расскажу Дальше он говорит в пятом стихе Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою От созерцания того, что он везде, он уже где-то раз начинает Смотрите, все в мысли, да? Он начинает говорить, что ты где-то вот тут, вот сзади и спереди и надо мной Уже так и готовится Я прямо вижу, как он уже начинает входить в ощущение Что я сейчас буду переживать тебя И все так просто Говорит, не может быть, чтобы тебя здесь не было Не-не, я отказываюсь даже думать про это Да? Дальше он в третьем стихе говорит Я не по порядку, я просто выстроил так в удобном порядке Говорит, иду ли, отдыхаю ли, ты окружаешь меня? Часто он с нами только, когда мы отдыхаем Мы можем там еще подумать Говорит, нет-нет Вот идешь по улице, я иду Вот Давид говорит, иду ли, иду И говорит, ты окружаешь меня Вот это да Ты просто вообще, это невероятно Отказ даже думать, что его где-то там нету Постоянное осознание Вот этот псалом, он классный просто Выучи его на память и можешь повторять Он говорит, иду ли, отдыхаю ли Ты окружаешь меня С этого именно понимания Друзья, вы тут? С этого понимания Павел начал проповедовать в Афинах грекам Он говорил, говорил, потом говорит Впрочем, он недалеко от каждого из вас И каждый такой Он хотел их внимание Уже подводил их внимание тем самым К Святому Духу Потому что недалеко от каждого из нас Это Дух Святой Аминь Он говорит, он недалеко Вот начинай осознавать Что он рядом тут Знаете, дорогие Я просто вот сейчас Свой личный пример хочу рассказать Я, как и вы, наверное Начитался всяких книжек По поводу там Дух Святой Приди там и прочее Это все классные книги Они и мне в свое время помогли Но у меня был момент Хоть бы пережить что-нибудь Потому что каждый раз, когда я говорил, что приди Мне становилось только хуже Потому что я ничего не ощущал Пока я не встретил вот этот псалом Я думаю, куда звать вообще? Откуда ты придешь? И куда ты уйдешь? И Иисус предупреждает эти вопросы Он говорит, ну да, так бывает с рожденными свыше Не знаю, это никуда приходит Ни откуда Никуда уходит Только голос слышишь И я понял, что мне это надоело И потом я еще увидел такую вещь интересную Кстати, тоже этот человек Смит Вигглсворт Он говорил такие наглые вещи Он говорит, когда Дух не двигается Я начинаю двигать Духом Его за это просто религиозники Там у них крыша ехала Им же правила нужны А он в Духе Святом И он говорит, просто нужно применить истины Из-за которых Дух Святой двинется Ну как двинется, ты начнешь его переживать А что это за истина? И эта истина, о которой мы тоже сегодня упомянем Эта истина называется благодарение Когда ты благодаришь Ты имеешь в виду, что это уже есть А когда ты просишь Ты имеешь в виду, что нет, но будет И вот это нет, но будет Это надежда А Дух Святой приходит только в вере И я как только до меня это, знаете, все в голове совместилось Я такой поднял руки и говорю Благодарю тебя, что ты здесь И меня как накрыло просто Я думаю, так просто Вот эти ожидания, знаете Приди, ну что ж ты не идешь, возлюбленный мой Твоя невеста ждет тебя, приди Я говорю, ближе к делу Благодарю тебя, что ты здесь Не может тебя здесь не быть Аллилуйя Скажи, ты здесь И поэтому я применяю, знаете, лом, против которого нет приема Это называется Псалом 138 Псалом отрицания, что тебя здесь нет Все, я не согласен Ты здесь и все Во-первых, потому что обещал Всегда, во все дни До скончания века Во все дни Не просто до скончания века А в каждом дне Не может он в один день хотеть прийти А в другой не хотеть Он уже захотел и пришел навсегда А вдруг он не захотел Знаете, как говорит Бог тебе поможет Он говорит, ну поможет, если захочет Уже захотел и помог Если сын отдал, все сделал Все Все совершено Это элемент радикальной благодати Кто еще пока что Ну, короче, вы поняли И поэтому, когда у тебя наступает момент Что даже если ты что-то сделал не то За это не то Он уже разобрался на кресте Поэтому Павел, он говорит Что тебе остается делать Только благодари и прославляй Есть целое учение Неповрежденность у меня называется Я все там за это говорю Знаете, как сатана обманул людей в Эдеме Он говорит, вам чего-то не достает И начался бесконечный путь достигания И до сих пор достигаем и достигаем И он говорит, вот это вот то, что они сделали Это называется дырка в голове Поврежденный ум Вместо того, чтобы сказать Да мы боги и есть Созданные по его образцу Пошел вон сатана Они стали говорить, ну да Надо как-то это подкорректировать Кого корректировать? И когда сегодня мы говорим За совершенную жертву Которая сделала все для человека Никогда причина не может быть теперь в Боге Не пришел Промолчал Не дал Не истил Никогда причина не в нем Вот просто отсеки Всякая попытка думать иначе Это нашептываемая дьяволом дырка в голове Вот это Повреди твой ум Ну чуть-чуть надо подождать Надо чуть-чуть еще что-то сделать Ты еще какой-то не такой Вот поэтому он и не приходит Вот ты десятину не отдал Или там жертву не... Вот поэтому у тебя и нет Божьего присутствия И голоса Да какая чушь вообще Разве ты платил за него Когда первый раз его услышал И родился свыше Что ты заплатил? Из каких это пор это стало платным вообще? Или достигаемым? Амэн Вот меня эти вещи Они меня будоражат И вот Чуть-чуть обновлю в память О чем мы говорили Он говорит Куда я от тебя сбегу? И помните он даже говорит На край земли и там ты Говорит в преисподнюю и там ты О все Можно не волноваться Значит в преисподнюю И в преисподнюю Бог тебя найдет Ты говоришь Я оказался в таких обстоятельствах Хуже не придумаешь Ну не хуже преисподнюю Правда? А он говорит И там ты Вот мне нравится То есть тебе надо даже думать Что куда тебе деться вообще? Вот это круто вообще? Вот это надежность Вот это знаете На фоне того, что как предает тебя И прокидывает этот мир Да? Как это круто звучит Что Бог Ты даже не просто не можешь его потерять А даже избавиться от него Он тебя точно не оставит До седины, до смерти Такой же будет Аминь И дальше Давид переходит еще к более глубоким Он побродил по земле Заглянул в преисподнюю Так убедился, что ничего не угрожает И начинает говорить за свою внутренность Он говорит о прозрачности Сначала своих мыслей Так правильно Сказать Взять и подумать Знаешь, что Бог видит все мои мысли Дух Святой Ты видишь мои мысли? Он переходит к внутренней мыслительной деятельности Именно мыслительной Сейчас поймете, о чем я говорю Если бы я задал тебе вопрос Что такое вообще Слово означает Общение Кто-то говорит Ну это разговор там по душам Это там Ну кто-то говорит разговор Кто-то там еще что-то Но я, чтобы не тянуть время Просто скажу Как я думаю Что такое общение Общение Самый точный термин Это обмен мыслями Когда ты переписываешь с смс-ками Ты же не разговариваешь Но это обмен мыслями Конечно Письмо пишешь Обмен мыслями Взглядами переморгнулся Там жена моя зайдет Если сюда И я ей моргну Она поймет, о чем я Ты нет Почему? Потому что мы знаем друг друга Это все является общением Любой способ передачи мыслей Значит Общение Вы тут? Общение Это обмен мыслями И поэтому Павел он говорит Там благодать Господа Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Со Святым Духом Добудется всеми вами Дословно написано В Духе Святом Общение Итак Значит Общение Это обмен мыслями И вот Давид Он эту сферу Начинает Атаковать Говорит Все Вокруг ты есть Сверху, снизу, сбоку, слева, справа Везде В преисподне на земле Где бы ни пошел Не отдохнул И сплю, и встаю Везде ты со мной Теперь Внутри меня И он говорит Ты разумеешь Помышления мои Издали Еще я ничего не сказал Ты уже знаешь Эти слова совершенно Это важно понимать Дорогие Для того чтобы Дух Святой Как циркулировал Внутри тебя Наполнял тебя Тебе важно понимать Отдавать Богу мысли Открывать свои мысли Он и так знает Вот это хорошо Что ты это знаешь И он Давид это постоянно делал Он говорит Помышления мои И разбирался с этим Смотрите дальше И он говорит Продолжает И говорит Вот то С чего начинается Уже реальное Исполнение Духом Святым Оно уже начинает Происходить И он говорит Как возвышены Твои помышления Для меня Бог говорит Вложу свои мысли В них Когда ты начинаешь Понимать Что Дух Святой И он хочет Обмениваться с тобой Мыслями И ты начинаешь Говорить Осознавать То что его мысли Возникают Внутри тебя Каким-то образом Ты знаешь об этом Что его мысли Они возникают Внутри тебя Каким-то образом И я тебе даже больше скажу Вот это тебя и приводит Должно приводить В состояние Радости Мира Когда ты слышишь Вот это и есть Божий голос Смотрите Он говорит Как возвышены для меня Помышления твоего Божия То есть он уже начинает С ним что-то происходить Он начинается Обмен мыслями Павел говорит об этом Цитируя тоже Что вложу Мысли мои Бог говорит Напишу на скрижалях Сердца И так далее И так далее И дальше Давид заканчивает Он говорит И вообще-то это не вчера Началось С самого рождения Ты видел меня Все это происходило Твои очи видели Мой зародыш Знаете Есть такая ошибка Или не ошибка А такая тенденция Вы тут? Когда человек Уверовав Что он говорит Когда я жил без Бога И там рассказывает Рассказывает Обычно этот рассказ Он имеет такой Радикальный Переломный характер В момент рождения Свыше Когда ты только Пришел к Богу Что это значит? Ты любишь Вот это Рассматривать Вот я был таким Стал таким Но когда ты Чуть-чуть подрастаешь Духовно Более зрелый И начинаешь Бога узнавать лучше Вдруг ты начинаешь Понимать Что он вел тебя С самого детства И я это Сталкивался с этим Миллион раз Он говорит Ну я как-то Все время Как-то у меня Вот эти мысли были Какие-то знаки Бог мне давал Я чувствовал Что я даже Немного не такой Как другие Это нормально Давид уже это знал Он говорит Да не просто так Это все думает Ну да Он же там Сын обетования Ты тоже Сын обетования Ты знаешь Что ты сын обетования А тебе было сказано Ты был в Иисусе Поэтому конечно же Это происходило От рождения А с самого рождения Нельзя даже Мы конечно Условно говорим Бог пришел В мою жизнь Да все Уже давно Скажи Слава Иисусу Вообще Вот осознание Вот этого Всеобъемлющего Божьего контроля В хорошем смысле Заботы И присутствия В твоей жизни Если только Вот я сейчас Когда это говорю Меня уже сердце ликует Я думаю Ты еще не знал Что Бог может Разговаривать с человеком Он уже многие мысли Это было от него Я стал слышать Божий голос Ты всегда его слышал Просто когда Ты уже это познал Ты согласился С радостью И дальше слышать Лучше захотелось Круче захотелось Вот что такое И вот это важно Понимать Смотрите Есть такое понятие Хочу его затронуть Утешение Дух Святой Утешитель Теперь я касаюсь Главного момента Как переживать Вы знаете Что на уровне Знания Все вот эти вещи Многие знают Верующие Говорят Ну я все это знаю Почему же Я не наполняюсь Духом Святым Почему же Хочу сказать Что есть присутствие Божие Я вот так вот Чуть-чуть Условно разделю Которое обещано О котором мы Просто знаем Ну да Он сказал Ты всегда Вот я смотрю Верующие там Соберутся Где двое Или трое Во имя твое Там ты посреди них Мы знаем Что ты здесь Ну вот так вот Если честно Растормоши Сказать Ну ты реально Ты хоть что-нибудь Чувствуешь вообще Ну он может Смотреть в глаза Потому что Дураком не хочется Выглядеть В сказку Про голого короля Играем Да Да Конечно А на самом деле Выходит с молитвы И думает Господь Да что со мной Такое вообще И знаете Признак Какой следующий Что он врет Вот если Такой человек Хоть раз Будет пропускать Молитву Я вам Триста процентов Скорее всего Ничего он там Не переживает Если бы реально Ты переживал Бога на этих вещах Да тебя за уши Оттуда палкой Не выгонишь Я скажу Это вопрос Заинтересованности А может у него Времени не было Да я вас умоляю Если бы я сказал Придеть Я 10 тысяч долларов Дам Он бы все Кинул и пришел Значит еще нет Этого познания Что Дух Святой Когда тебя наполняет Там написано Полнота радости Даже та Которая радуется От 10 тысяч Долларов Ты выйдешь На улицу И все будут думать Что ты зарплату получил Так сиять будешь Он говорит Откровением твоим Радуюсь Как получивший Великую прибыль Не просто 10 тысяч долларов Так если бы Вот это ты переживал Ты то за деньгами Идешь Из-за чего Ну купить что-то Но прежде всего Ты идешь И даже тратить не хочется Такая радость Деньги есть в кармане Вот То есть у меня что-то есть Вам не объяснит Но у меня что-то есть Если бы ты что-то получал То поверьте Не надо было уговаривать Сюда приходить Поэтому когда тебя спрашивают Ты там Ну переживаешь что-нибудь Лучше тебе честно отвечать Пока нет И я тебе сейчас хочу сказать способ Как это происходит Переживание Потому что знание о его присутствии И переживание о его присутствии Это не одно и то же Вот знают все Ибо верен обещавший Но есть такое место в Писании Исайя 48 18-22 Оно известное Бог говорит О если бы ты внимал Заповедям моим Тогда мир был твой Как река Правды твои Как волны морские Нечестивым же нет мира Говорит Господь Я сейчас Минуя там Ветхий Завет Говорю сразу В контексте Нового Завета Вот это послушание Духу Это единственное Что человеку Дает возможность Его Переживать Не можешь ты быть Человеком Который противится Духу И кайфует От него Ни один ребенок Который противится Или не послушается Своему отцу Он не может Наслаждаться Его присутствием Он будет ерзать Он будет избегать его Он будет даже Делать вид Что он Стоит на коленях В углу Но на самом деле Его мысли будут Ну Вы понимаете Когда ты противишься Духу Что это означает Это самая Радикальная вещь Которую надо сделать Мы недавно Командой собирались На молитву Я говорю Ну мы так молимся Я прямо внутри Это почувствовал Я говорю Почему Вы сейчас Не можете взять Просто И осмелиться Спросить Что-то у Бога Вот прямо В глаза В глаза Посмотреть И сказать А что ты хочешь Вообще от меня Ну не типа Что ты хочешь А типа Что бы ты хотел Почему Человек Так не может Спросить Боится Бога Не в хорошем Смысле боится В плохом Это те самые Кусты В которых Сидел Адам Он боится Выти Сказать Ну да Я даже чувствую Что я какой-то Не такой И ты бы В ответ Услышал Да кто тебе Сказал Что ты голый Кто тебе Это сказал Кроме Стыда В твоей Согрешившей Башке Ничего Тебя Не отделяет От меня Поэтому И написано Отчуждены От Бога В разуме Никакого Разделения С Богом Не существует Вообще Куда ты Написано Можешь от него Отделиться Некоторые Даже говорят Ну в аду Бога нет Есть Ладно Об этом В другой раз Поговорим Хорошо А то сейчас Слишком много Но Ты не можешь Взять И сказать Бог Меня оставил Или куда-то Я от него Я что-то От Бога Отдалился Нет Только в голове Отчуждены От Бога В разуме Аминь Скажи кому-то Рядом Да не будет С тобой Такого И поэтому Что тебя Заставило Или как Что тебя Сделало Способным Принять Дух Святой Откровение О нем Что Почему Он на тебя Сошел Апостол Говорит Фарисем Говорит И дал Духа Святому Послушным Ему И прям Все такие Послушные Но в тот Момент Они послушались Он говорит Покайтесь Докреститься И получится Дар Святого Духа А они Написано Умилились В сердце И послушались И получили Духа Святого И апостол Павел Говорит Вот как Приняли Так и Вот в этом Маленьком Просто Мысленном Согласии С Богом Это не Какое-то Радикальное Послушание Говорит Спаси мир Уже мир Спасен Без тебя Маленькое На твоем уровне Какое-то Внутреннее Согласие Я сейчас Скажу Даже Способ Сегодня Анатомию Просто провожу Как согласиться С Богом Я вам расскажу И вот это Согласие Оно вам Принесет Великое Наслаждение Я сейчас Говорю Духом Божьим Что некоторые Из вас Люди Вы переживаете Такую боль Внутри От своего Противления Духу В другом месте Писания Бог Говорит Что вы Уже Там Темя Уже Закостенела От противления Все Из-за Страха Сегодня Ты Разберешься С этим Аминь И вот Послушание Духу Это то Что дает Невероятную Эйфорию В Боге Вот это То Что даст Тебе Его Пережить Знать О том Что он Рядом Ты можешь Напоминать Себе Разум Все Это Все Это Хорошо Но Пережить Святого Духа Ты можешь Тогда Когда Ты Ему Послушаешься Как Ты Пережил Первый Раз Он Сошел В твою Внутренность Из-за Того Что ты Решил Покаяться Начать Путь Изменения Сознания Все Я Иду В другую Сторон Вот Покаяние Метаноэ Изменение Ума Ты Только Согласился И уже Дух Святой Сошел И он Говорит И Живи в этой Метаноэ И будешь Переживать Меня Точно Так же Каждый День Я Хочу Сказать Сегодня Вот Что Дорогие Что Связь Исполнение Духом Святым Она Ну Как Связь Конкретно Это Связано С Мыслями Ума Покорные Мысли Исполнение Духом Непокорные Мысли Будет Бражение Это Как Сродни Этим Нечестивым Все Бражение Эти Волны Туда Сюда И в итоге Какие-то Вещи Неправильные В жизни И так Далее Смотрите Дорогие Связь Разума И сердца Недавно Совершенно Бог Обратил Мое Внимание И сказал Учи На эту Тему Я стал Там Есть записанные Программы Именно На связь Ума И сердца Если Этого Не понять Бесполезно Прыгать Под музыку Плясать Вот это Все Не поможет Единственный Смысл Всех Этих Вещей Прославление Благодарение Напоминание Единственный Смысл Петр Говорит Напоминанием Возбуждаю Чистый Смысл Чистый Смысл Заложен Но влияние На разум И согласие Оно Возбуждает Это чисто Ты снова Чувствуешь Себя Чистым Уже Не просто Ты знаешь Что ты Чистый А ты Чувствуешь Новым Свежим Сильным Бодрым Он говорит Это все делает Влияние На мозги Смотрите Что Павел Пишет Ефесянам 3.19 Я такой Отрывок Зачитаю Невести И уразуметь Он желает Им Уразуметь Превосходящую Разумение Любовь Христову Дабы Исполниться Всей полнотой Божию Так Закручено Обращаю внимание На два слова Говорит И уразуметь Чтобы Исполниться Вот оно Размышление Мозги И тут же Сердце Дальше Негативный Пример Римлянам 1 Не заботились Иметь Бога В разуме И говорит Осуетились В голове И омрачилось Сердце Смотрите Осуетились Это пустая Башка Принесла В сердце Мрак Пустая Это не значит Ничем не занятое Бывает Что ты ее Целенаправленно Пустотой Забиваешь Со мной Даже иногда Это случается Когда я сижу В интернете Увлекся Смотрю Час прошел Чего ты тут Сидишь Ешь Помойки Я себя Ругаю За это Почему Потому что Ничего Кроме пустоты В голове Ты потом Мысли Такие Рассеянные Куда бежать Чем заняться В итоге Вот этой Твердости Духовной Внутри Ты не пережажешь Думаю Да зачем Ты там Сидел Вообще Как Профессор Преображенский Говорил Чтобы эту Разруху Надо Бить Сюда По затылку И разруха Из головы Выйдет Ну В переносном Смысле И Конкретно Опять Показывается Связь Разума С сердцем Говорит Когда ты Говорит Опустошаешь Голову А вы знаете Что это Конкретно Еще и Есть Оккультизм Этим Занимается Все Медитации Кроме Христианской Христианская Медитация Это усиленное Размышление Слово Христов Вселяется Обильно Любая Другая Оккультная Медитация Она говорит Опустошай Разум Ни о чем Не думай Вот сейчас Там прана Или что-то Начнет Через тебя Струиться Но мы То знаем Что здесь Обман Сокрыт Потому что Библия Нам говорит Что когда Опустошай Свою Кроме Мрака В сердце Ничего Не сойдет Но они Потом Так улыбаются Такие Даже Довольные Конечно Наркоманы Тоже Улыбаются Голова Ни о чем Не думает И улыбка До ушей Я помню Однажды Проповедовал В деревне Кричу Прямо Я только Начинал И сидит Один такой Наркоман Глаз открывает У него Закатились Я знаю Что здесь Есть тоже Братья Такие Вы поймете О чем Он открывает Глаза У него Глаза Туда Закатываются Он говорит Эй Давай Евангелие От Морфея Говорит Расскажи Морфея Говорит Я думаю У него Точно Пока Еще Этот Процесс Не пошел Но это Было Классное Служение Молодежь Выскочила Под ливень Прямо Каялись Слезы С дождем Смешали Я так Вспоминаю Все время Знаешь Когда Дух Святой Двигается Тебе Непогода Ничего Не мешает Ко мне Говорит Было Холодно Они Не приехали В собрание Ты Духа Святого Не знаешь Просто Или Плохо Знаешь Или Забыл За него Как Мы Сегодня Говорили Если Б Знали Смотрите Давайте Приближаемся К финишу Помышления Духовные Жизни Мир Вот тебе Исполнение Духом Святым Первое Что приходит Мир Глаз Господень Над водами Все Вот Это Водная Гладь Внутри Голос Водопада И ты Слышишь Бога Мир Это Первое Что нужно Человеку Чтобы Вообще Хоть Что-то Услышать От Бога Когда Ты В стрессе Ты Ничего Не услышишь Вода Течение Воды Как Его Вызвать Он Говорит О горнем Помышляйте О горнем Помышление Духовной Жизни Мир Хочешь Перемены Состояния Ну Давай Я На Плохом Примере Он Более Понятен Если Ты Сядешь Смотреть Знаете Как На Чем Почему Не Надо Смотреть Боевики Например Ну Да Это Плохие Да Не В Этому Дело Просто Мозги Не Отличают От реальности От нереальности Ты переживаешь Все Я переживаю Все Что там Происходит И смотрите Как они построены Сначала Полфильма Показывают Злодеяния Какого-то Негодяя Он Там Что-то Делает И ты Уже Чувствуешь Что кипиш От ненависти И вот Появляется Он Какой-нибудь Рэмбо Или еще Кто-нибудь Какой-нибудь Мачо С красивой Улыбкой Такой Знаете Весь Такой И ты Думаешь Так У тебя Луч Надежды В сердце Вот Он К концу Фильма Должен Разобраться С этим И ты Не понимаешь Что тебя Уже Часто Накрутили В твоем Сердце Поднялась Ненависть И сформировался Лживый Образ Потому что Когда Ты переживаешь Эмоции Ты сильно Открываешься И образ Впечатывается Но тебя Влияли На твои Глаза Мозги А в итоге Пришло Состояние Тоже Я уже не говорю Про ужасы Порнографию И прочее Знаешь как Ну что ты делаешь Ты же просто смотришь Даешь влиять На свои мозги Но приходит Состояние Как будто Ты там был Или как говорят Проснулся В холодном поту А чего Тяж там не было Ты знаешь У меня такое чувство Что я прямо Был там В этих событиях Видите как Голова Только задействована А приходит Состояние И поэтому Павел Сразу говорит Вы посажены На небесах Вот если ты Это будешь Сейчас мы Я закончу Именно тем Что скажу Как это сделать Именно Он говорит Если ты будешь Помышлять О горнем Где ты посажен Вот у тебя Будет и жизнь И мир И глаз Господень Над водами Аминь Какие мысли У человека Такой и он Знаете Мы говорим Какие мысли Души его Таков он И это иногда Преподносится Вы здесь друзья Это иногда Преподносится Как будто Вот такие у тебя мысли Вот и ты такой Сам Нет Если бы я это Переначивал И сказал Вот какая у тебя В голове мысль Такое у тебя И состояние Такой и ты Если у тебя Мысли злые То ты злой Ну ты просто Раздраженный Ты будешь такой Что тебе делать Надо брать И учиться Своей мысли Вкладывать В себя правильно Говорит Что сатана Ты допустил Сатане Вложить В тебя Какую-то мысль Значит Мысль Можно вложить Можно ее достать Потому что Сатана ворует Семя тоже Знаете Посеянное Мысль Это такая штука Которую можно И вложить И достать Если только Этому научиться Друзья Все Победа Неповрежденный ум Это Дух Святой Сразу будет Ты будешь Купаться В этом Я вам говорю То друзья Что меня захватывает Я это Не просто Знаете Как там Пересказываю Чью-то книгу Это все Ну как На практике Мы это делаем И хочу Чтобы ты научился Этому сам Многие люди Верующие Они нигде Не переживают Бога Вообще Кроме как В собрании И поэтому Я У меня есть проповедь Такая Рассеявшаяся Ну да Человека Просто Знаешь Как Рассел Помните Сатана Молился Богу Говорит Дай мне Как пшеницу Посеять Все говорят Что это значит Взять там Где вы вместе И кинуть так Чтобы вы все Были по раздельности И бог И бог ему Позволил Это сделать Он говорит Но я молился О тебе Что вера твоя Не оскудела Вот эти Вот эти вещи Внутри тебя Чтобы они Продолжали пребывать Если бы тебя Сейчас бросили Одного Куда-то Там Где вообще Нет церквей Это ничего бы не изменилось Как я Бога не знал Так и не знаю Я жучу На самом деле Это жизнь Внутри тебя Ты бы выжил Вообще Или ты бы забыл Бога и ждал бы Ну может какой-то Миссионер приедет И спасет меня Но ты же Духовный человек И вот смотрите Ефесянам 5 глава Меня часто спрашивают Может ли исполняться Духом святым Человек Который не говорит На языках Например Ну когда ты говоришь На языках Это один из способов Начать процесс Исполнения Духом А я бывает Молюсь на языках И не исполняюсь Духом А у тебя бывает такое Я думаю что я исполняюсь Но я ничего не чувствую Так это нормально Потому что все равно За все голова отвечает Когда ты молишься На иных языках У этого есть определенная цель Послать видения Образы Откровения Что-то от Бога В твою голову И как только ты это принимаешь И начинаешь за это думать Приходит исполнение Духом святым Если ты молишься На языках А твоя мысль Гуляет в универмаге Тебе может только прийти Хорошая идея За покупку Бог пойдет тебе навстречу У меня такое было Ну я чуть-чуть отвлекусь Пример приведу Ты например У меня было такое Что я молился И вдруг задумался За ремонт Хотя не собирался Думать А поскольку Процесс назидания идет Мозги освещаются Ну как Не то что освещается Влияние Духа Оно идет Оно все равно Омывает твой разум Я вдруг стал Ловить себя на мысль Что мне приходят Очень классная идея По поводу Как что сделать Бывает такое Ты берешь Просто записал На листочек И отвлекись От этого Все Идею словил И все Всегда когда молишься Если хочешь Исполняться Духом святым Демонстрируй Богу Готовность записывать Исполнение Духом святым Игорем Глаз Господень над водами Всегда принесет Должно принести тебе Откровение Назидание Какую-то мысль Образ Видение Пророчество И если ты такой сидишь Знаешь И Типа Ну Бог Говори И не будешь это записывать Кто-то говорит У меня память хорошая Лучше тупой карандаш Чем острая память Иоанн был на небе И записывал Даже на небе Конспект потребовался А кто-то сидит в собрании Ничего не записывает И вот смотрите Ефесянам 5 глава 18-21 стих Я вам показываю Как исполняются люди Духом святым Даже не говоря На иных языках Ну ты сейчас нам расскажешь Не упивайтесь вином От которого бывает распутство Кстати почему? Голова перестает контролировать И состояние похоти Сходит в сердце Любой бес И вот смотрите Не упивайтесь вином От которого бывает распутство Но Исполняйтесь Духом Вы здесь? И он дальше перечисляет Что нужно делать Как Сделать так Чтобы твой разум Проглатывал Правильные мысли И это взрывалось Внутри Как исполнение Духом Первое Назидая самих себя Псалмами Словословиями Песнопениями Духовными Поя и воспевая В сердцах ваших Господу Где что за языки сказано? Ничего вообще не сказано Говорит Но если будешь петь Так мы поем Но Духом не исполняемся Речь идет о разуме Единственное Для чего ты поешь? Некоторые люди думают Что ты Господу поешь А Павел говорит Ты себе Вообще для себя Как бы поешь Вот если ты поешь Например Ты великий Вкладывай мозги в это Прямо соглашайся с этим Прямо Ну Ну Как Ну Соглашай Я вот это слово Можешь записать Если пишешь Соглашайся с этим Соглашайся Когда я говорю Богу что-то Я всегда себя спрашиваю Ты согласен с этим? Согласен Почему Бог придумал слово Аминь? Он такой Аминь Да То есть И весь народ даст Заставлял это повторять Соглашайся Соглашайся От всего сердца соглашайся И он говорит Назидай себя Это должно тебя назидать В разуме И тогда будет написано Исполняйтесь Духом Вот в этом кстати Месте Писания В этих трех стихах Ничего не сказано Вообще за молитву Духом На языках Но конкретно Написано За исполнение Духом Это кстати К моменту То что Разрешает любой спор Иногда Я когда учу За исполнение Духом Говорит Да если я на языках Не говорю Вы же там И иногда Ты молишься за человека Он все равно Не говорит на языках Хоть тресни У меня такое было Но ты смотришь По жизни этого человека Видно что Бог реально В его жизни есть Ну что такое вообще И иногда спрашивают Не зациклились вообще На этих языках Вот же написано Одно из мест Которое говорит Исполняйся Духом И ничего про языки Ничего Но говорит Назидая самих себя Я не против Я говорю на языках Я молюсь Пою Пророчество Истолковое Все это дело Но Так хочется защитить людей У которых видно Что Дух Святой С ними общается Но почему-то Они не говорят И он не будет Никому ничего объяснять Почему они не говорят Бог тебе не возьмет На ухо И не будет говорить Знаешь Ну да Не говорит и все Я думаю что иногда Даже это происходит Ладно Не будем за это Дальше Вот самое главное Центральное Правило Если ты что-то Хочешь принимать От Бога Это Это революция Для меня Когда-то была Благодарение Когда в Библии Написано Укрепляйте сердца Благодатью А не яствами Какой-то едой Которая пользы Не приносит Имеется ввиду Учение Учение И он говорит А вместо этих учений Укрепляй сердце Это уже связано Конкретно С назиданием Духа То есть внутри Чем? Благодатью Укрепляйте Сердце благодатью И сравнивает Это с едой Так вот Друзья Если это сравнивается С едой Ну яство Это еда Блюдо Если это сравнивается С едой Размышления Ассоциируясь С разжевыванием Это в Библии Есть это там Жвачные Ну вот Кто знает Узнает Размышления Это всего лишь Пережевывание Хорошо Помышления Духовные Жизни Мир Но если это Пережевывание Так как же Сделать Чтобы оно Булькнуло Туда Вовнутрь Как говорится Слово Христово Довселяется В вас Обильно Написано Может быть Многовато Но я просто Хочу сказать Когда Павел Писал Слово Христово Довселяется В вас Обильно Библии Не было Когда сейчас Это человеку Говоришь Верующий Говорит Ну да Надо читать Читать Многие Это и читать Не умели А сейчас Что все Читать умеют Я разговариваю Сейчас общаюсь С одним Миссионером В Кении Он говорит Здесь книга Библия Может стоить Две зарплаты Месячные Зарплаты И у пасторов Даже в кенийских Которые в горах Служат Деревням Вот этим Они не читать Не умеют Ни Библии У них нету И поэтому Они нуждаются В миссионерах Он говорит Нам от вас Не надо Деньги Даже в нашей Нищете Не нужны Деньги Научите нас Мы не читать Не умеем Не Ну мы можем Просто что-то Пересказывать Поэтому приди Скажи нам И чтобы мы Пересказывали И в первой церкви Тоже такое было Вы тут? Кому же Павел Говорил О чем он говорил Слово Христово Да вселяется Вас обильно Вселяется Да прямо Вовнутрь И в другом месте Он объясняет Это Он говорит Я бы так хотел Чтобы вы все Пророчествовали Да Говорили языками Но лучше Чтобы вы пророчествовали Назидая Друг друга В церкви Моисей мечтал Об этом Говорит О как бы Я хотел Там Иисус Навин Приревновал Что кто-то Пророчество Без Моисея Начал Бывает Такое По сей день Иисус и Навин Они такие Знаете А кто там Пророчество Что это такое Вообще А Моисей Знаете Вот это Человек Был классный Он говорит Как бы я хотел Чтобы все В народе Божьем Были пророками Тогда По Моисею Не надо было быть И Павел И Павел Говорит Вот если бы Вы все Пророчествовали Все бы Взаимно Назидались О идеальная Картина Так вот эти люди Они рождали Эти слова И произносили От плода уст Насыщается Чрево От плода уст И благодарение В этом процессе Насыщения Есть Проглатывание Как ты будешь Благодарить Если ты не принял А если принял Написано Он вам все дал Значит Что остается Благодари Ну Это тот момент За который я вам рассказывал Вот за это Дух Святой Приди Как только я сказал Благодарю тебя Ну раз И наполнило меня Когда я вижу Что у меня В какой-то сфере Чего-то не хватает Он говорит Открывай свое желание С благодарением То есть уже Как все Все нормально И мир Который выше Всякого ума Соблюдет Твое сердце Вот оно Поблагодарил Сошло в твою внутренность И ты уже Не переживаешь Да может еще Этого нету Но как минимум Ты уже не переживаешь Это уже хорошо Аминь Поэтому Благодарение Центральное действие Вообще В молитвенной жизни Если не знаешь С чего начать Он говорит Продолжать Ефесянам 5 глава Вот мы продолжаем Он говорит Первое Назидая самих себя 20 стих Благодаря Всегда За все Вот оно Исполнение Духом Говорит Начинай Благодарить Прямо даже Благодарить Что ты Меня наполняешь Я просто Практичную Вещь скажу Я молюсь на языках Конечно Я молюсь на языках И начинаю Говорить Каждое утро Благодарю тебя За твою защиту Я в безопасности Благодарю тебя За твое Постоянное Ходатайство Во мне Я нахожусь В перекрестном Ходатайстве Ты на небе Дух Святой на земле И вы Ходатайствуете За меня Благодарю тебя За то Что слава твоя Окружает меня Все что Давид говорил Ты везде Вокруг Благодарю тебя Что сила твоя Струится по моим Рукам По моим ногам Через мои уста Глаза Я это говорю И прямо чувств У меня уже Знаете как в народе Говорят У меня уже прет Просто Пар с ушей идет Какое тебе еще Надо наполнение Вот он Огонь воспламеняется Знаешь Когда ты в это Привыкнешь Иногда бывает Состояние Когда не хочется Даже рот Открывать Я думаю Ну если сейчас Я заставлю себя Начать Вот как здесь написано Всегда за все Благодарить Всегда Я знаю Я знаю Я вник уже в себя Вник в учения Я знаю Что это сработает Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok